Свет маяков И спустя почти 5 лет я решила, что хочу еще раз вернуться в эту тему и обыграть тему маяка немного в другом ключе. В октябре 2017 года я участвовала в марафоне иллюстраторов, который называется «Инктобр». И одной из иллюстраций, которая появилась в этом марафоне, был маяк, который пробивает своим светом, лучами света, ночь и наступает день. В черно-белом варианте эта идея немножко терялась, потому что в моей голове я видела эту работу в цвете и уже не могла оставить ее на страницах блокнота в черно-белом формате. И решила обязательно, что нужно ее как можно быстрее воплотить в жизнь. В декабре месяце я загрунтовала холст и решила, что этот маяк будет еще более декоративный, чем предыдущий, поэтому я решила использовать в новой работе текстурные пасты. Все материалы, которыми я пользовалась, вы сможете найти в описании под видео на YouTube. Текстурные пасты интересно сочетаются с акрилом, так как акрил не такой объемный, как масло, и писать акрилом пастозно достаточно проблематично. В то же время, используя текстурную пасту, можно сэкономить приличное количество краски за счет того, что вы создадите фактуру до того, как начнете рисовать. Тем самым у зрителя будет возникать ощущение того, что он смотрит на объемную работу, которая выполнена при помощи краски, но на самом деле в подложке у вас лежит текстурная паста. С текстурными пастами работать очень интересно, есть много разных методов. Их можно подкладывать под живописное полотно, их можно замешивать в краску и писать мастихином, предположим. Все это очень интересно изучать. Если у вас есть желание увидеть какой-нибудь мастер-класс на моем канале по использованию текстурных паст в работе, вы можете написать комментарий. И если у вас будет достаточно много, то я обязательно что-нибудь придумаю. А сейчас мне хочется сделать небольшое лирическое отступление и рассказать про задумку данной работы. Конкретно здесь, как я уже сказала раньше, маяк пробивает черноту ночи своим светом настолько, что появляется голубое небо и начинают плыть безмятежные облака. Это своего рода оптимистический заряд, который должна нести эта работа. В любую непроглядную ночь, какая бы погода ни была за бортом, огромные волны, безумный ветер, пусть свет вашего маяка превращает вашу дорогу в безмятежное путешествие и наполняет ее своим светом. Я очень люблю символизм. И если говорить о маяках, то я позволю себе высказать следующую идею, которая, я думаю, будет интересна молодым начинающим авторам. Да и, в принципе, любым авторам. И не только. Это не обязательно относить только к миру искусства. Это можно перенести на любую абсолютно сферу жизни. И идея заключается в следующем. Мы растем в своей гавани. На берегу стоит некий маяк, который мы с детства знаем. Он освещает дорогу в море. Он светит морякам, которые уже плавают и бороздят океаны. Нам кажется, что они очень смелые. И это невозможно плыть куда-то далеко, где не видно горизонта. Потому что мы еще маленькие, и нам все это кажется огромным, бесконечным пространством, где легко заблудиться и очень страшно. Некоторые люди проводят всю жизнь в своей гавани, даже не пытаясь выйти в море. Кто-то чуть смелее. Он берет лодку и начинает бороздить свои воды. Но никогда не уходит за пределы света своего маяка. Он боится, что если он потеряет из виду свет своего маяка, то он заблудится, пропадет, погибнет. И, конечно же, ему очень страшно. Но есть моряки, которые уходят в дальнее плавание. Они покидают свет своей родной гавани для того, чтобы найти этот свет где-то в другом месте, приплыть к другим берегам, исследовать их. И да, возможно, путешествие будет сложным. Путешествие может проходить через бури и штормы. И вам может казаться, что вы никогда уже не найдете берег и всегда будете дрейфовать. Но если вы все делаете правильно, то в любом случае вы находите новый маячок. И так можно путешествовать бесконечно долго в океане возможностей, в океане времени. Побывать на стольких берегах, увидеть столько всего разного. Попробовать воплощать разные идеи. Просто не нужно бояться, нужно окунаться в это путешествие, нужно бросать свои родные гавани и идти дальше. Как это относится к творчеству, как это относится к искусству? Вы не рождаетесь, умея рисовать что-либо. Никогда никто не рождается, умея делать что-либо. Все это приходит со временем и во время обучения. И вот вы в своей гавани, в школе, в институте, в художественной школе учитесь. И вам кажется, что вот преподаватель, вот его правила. Если все делать так, как он говорит, ты будешь в безопасности. У тебя будет получаться все так, как нужно. И ты никогда не рискуешь выйти за рамки. Но как только ты позволяешь себе переступить эту черту и начать бороздить просторы возможностей океана творчества, ты понимаешь, что это намного интересней. Да, тебе все еще может освещать твою дорогу свет учителя и тех правил, которые он тебе рассказывал. Но рано или поздно ты понимаешь, чтобы создать что-то новое, нужно откинуть правила и уйти куда-то дальше, в что-то неизведанное. Искать дальше самостоятельно. И когда ты, наконец, переборол в себе страх быть неправильным, быть не таким и создавать что-то, что, возможно, не поймут и не примут вначале, ты остаешься один в океане без света. И тут есть несколько вариантов. Ты либо выплываешь, и у тебя получается себя взрастить, либо ты, конечно, можешь потеряться и вернуться к свету привычному для тебя, теплому, родному и комфортному. Но самый кайф состоит в том, что ты можешь увидеть новые горизонты, новый свет, увидеть новую идею, возможно, от других людей заразиться ей, либо самому ее открыть. И тогда ты уже будешь с собой нести свет новых идей и станешь маяком для кого-то. Поэтому молодые авторы часто спрашивают у художников, которые им нравятся, откуда вы черпаете вдохновение, как вы к этому пришли. Все приходят к этому через сложный путь, через огромные волны, через непроглядную ночь, в которой не видно ни звездочки. И ты просто дрейфуешь в этом, пока у тебя не получается маневрировать и плавать. Это как огромный океан возможностей. И ты либо учишься этому, либо идешь на дно с другими кораблями, которые не смогли выплыть. Поэтому, друзья, смелее. Никогда не нужно бояться пробовать. Никто вас за это не поругает. И я хочу, чтобы эта работа, которая уже нашла свой дом, освещала дорогу по жизни своим светом, позитивным, лучом, зарядом, яркого дня, безмятежности. А чтобы каждый художник, который хотел попробовать что-то новое, не боялся, что ему скажут, что это что-то неправильное, это некрасивое, так не рисуют, и мы этого не понимаем. Все мы это слышим, всем нам это говорят. На вкус и цвет, как говорится, у всех фломастеры разные. Главное, чтобы вам это нравилось, и чтобы картина несла смысл. Потому что пустые работы, будь они хоть трижды самые прекрасные на свете, написанные по всем правилам, они останутся пустыми. Так что больше смысла, больше метафор, и у вас все обязательно получится. Бесконечного вам вдохновения. А я завершаю свой рассказ. И если вам интересно, вы можете перейти на мой сайт. С этой работой доступна репродукция на холсте и постеры. Все, всем спасибо. Это третья работа в 2018 году. Дальше будет больше. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok